так давайте продолжим для зрителя покажу вот эту картинку замечательно смазали страничку просто без колера чтобы холст не был сухим и так как что делаем дальше сейчас еще раз намечу рисунок не тратим время на подробный рисунок в живописи Алла Прима это не обязательно основные массы границы массы горизонт всегда нужно учитывать даже в таком вроде бы где нет точек схода каких-то всегда нужно учитывать где линия горизонта горизонт у нас где-то вот здесь даже вот такие беспредметные точнее без бесформенные как бы вещи как кусты и так далее они имеют точки схода свои вот как бы вот вот он вот эта вот эта группа цветов она она если вписать прямоугольник он пойдет в свою точку схода на горизонт это важно учитывать ну то есть перспектива очень важно нам даже в таких как бы туманных построениях она есть имеется и всегда видно ошибки начинающего когда что-то вот хромает по крайней мере начинающего часто страдают планы точки опоры допустим вот этот фигура женщины она должна именно быть где-то здесь в этом месте чтобы если поставить немножко сюда в данном пейзаже она уже будет казаться огромной понимаете если поставить ниже она будет маленький казаться то есть вот такие вот закономерности есть это тоже линейная перспектива так вот наметили немножко линию цветов цветника вот этого кое-как набросали фигурку приступаем краскам сейчас начинаем как всегда работу алла прима живопись в один сеанс начинаем со слабых цветов снежных здесь в данном случае вот это платье нам нужно прописать набрать краску чтобы можно было потом обрубить ее фоном не наоборот если мы введем зеленый фон белое платье у нас по сырому не пойдет она сразу вымажется зеленым и у нас ничего не получится то есть мы будем просто бороться с этим слишком много усилий прикладывать чтобы платье у нас получилось чистое создаем такое нежное розоватую краску чистую пока не не за не за не запачканную никакими оттенками просто чистый цвет как цвет подбирать еще раз напоминаю для зрителей для вас быстрые такие сравнения делаем взглядом вот я сразу взял слишком теплый фиолетовый сейчас вижу вот с этими синими слишком отличается и когда быстро быстро взгляда делаешь легко корректируешь нужную сторону оттенок подгоняешь то есть нельзя посмотреть на цвет и запомнить как бы его и подбирать вот здесь на палитре моментально на цвет у человека как правило память очень короткая расплывчатая нужно постоянно корректировать поглядывать вот такие нежные тени можно пока чуть чуть больше делать размер размером чтобы можно было обрезать фоном начинающий слишком большие делает да это из психологии это давно известно все значимые вещи начинающие преувеличивает значимые вещи в смысле вот человек когда в портрете голова преувеличена слишком в натюрморте какие-то вазы там или какие-то букеты слишком большими они непропорционально большие вот нужно помнить эту закономерность такое свойство психики и контролировать на этапе рисунка по крайней мере делать более-менее размерные вещи рисовать так вот отдельной кистью мы нужно желательно всегда делать для света и тени разные кисти для холодных и теплых оттенков разные кисточки держать так делаем вот такой вот розоватый для платья подбираем розовой степлинкой можно чуть-чуть желтенького добавить вот такие вот пока работаем очень как бы ну топорно что ли грубо раскидываем вот эти пятна не вдаемся в рисунок это очень важно не за не застрять в рисунке нам очень важно раскрыть холст то есть закидать картину красками локальными пятнами не рисунком а пока что пятнами для нас колорит важнее картина то есть собрать в колорите в цвете не потратить время на рисунок у нас потом сил не останется у художника мало сил точнее он у него силы вот в первых по себе знаю два часа полон сил ты все все видишь вот эти два часа ты должен раскрыть картину в цвете в колорите чтобы она была в едином таком в едином ключе в едином стиле в свете чтобы потом уже когда через два часа спокойно садиться и уже выписывать рисунок уточнять работать с формой и так далее для нас как живописцев прежде всего главным является цвет отношения цветовые и так далее рисунок уже вторичный мне нравится эта картина поэтому что здесь холодные и теплые тени вместе да вот для начинающих это очень полезный такой материал как как я заметил пасмурный день писать много сложнее там больше тоньше отношения здесь все понятно лаконичный свет здесь кстати контрпост это контрсвет контражур или как его называют то есть солнце вот там сверху сзади как бы не за нами а перед нами вот это не очень конечно легко для начинающих дается но по крайней мере солнце показывать очень хорошо тут явно свет высвечивает вот оранжевый такой желто-оранжевый прожектор солнца выбеливающий с обратной стороны фиолетовая голубая подсветка от неба рефлекс неба снизу теплые или нейтральные или теплые коричневые такие коричневато с оттенками тени внутренние тени и рефлексы от земли они теплые вот это вот триада такая нужно помнить вот эту развесовку причем она очень такая контрастная жесткий свет голубая фиолетовый рефлекс сверху и теплые рефлексы они такие достаточно кардинально различные вот это не очень сложно в пасмурный день все намного тоньше намного тоньше дальше еще напомню важная вещь вот эти слои первые они должны быть тонкими максимально тонкими ну не максимально точнее он должен перекрывать холст холст не должен светиться грунт белый но тонко чем тонше слои первоначальные тем легче работать дальше и тем нежнее переходы вот эти вот внутренние сочетания внутренние переливы внутренние вот такие смешения красок они более нежные когда толстые краски сочетания эти достаточно грубые под лицо под руку и под лицо возьмем что-нибудь такое пока что тепленькое все это можно пока строительной кисточкой растушевать чуть-чуть чуть-чуть заодно кстати она выбирает краску еще более тоньше делает слой слои краски притопчем все это так теперь вот это мы слабые краски нежные нанесли теперь можно вокруг плясать так теперь берем большую кисть наносим дальний план тоже со слабых оттенков начинаем не вот эти стволы да опишем задничек вот этот немножко добавляем колер вот этот какие-то пятнышки да сначала тонко пишем вот эти светлые места вот вводим разные холодные немножко пока идем здесь от светлого к темному когда наоборот по-хорошему нужно от темного к светлому но здесь вот такие в живописи в один сеанс есть полно таких исключений нарушение последовательности цвета цвета достаточно чистые насыщенные то есть без пока без таких вот оттенков мы их потом чуть позже еще привнесем пока такими яркими цветами красками красками пишем то то же самое снимаем лишнее срезаем верхний слой краски и также растушевываем без грязи смягчаем мазок чтобы работа не рябила то есть немножко вот пока вот эти вот то есть у нас пойдут здесь деталировка когда вот эти жесткие детали листья там что-то еще будет на жестком на таком же на мозаике будет жесткая на жестком будет слегка рябить потом под вот эту ближнюю гряду цветов уже немножко более контрастные теневые закладываем вот здесь они вот здесь нужно показывать воздушную перспективу вот здесь у нас теневые будет потемнее вот здесь самые темные наверное места тут уже чуть-чуть слабее а здесь еще слабее то есть вот эти вот 10 метров и потом 30 метров уже немножко скрадывает воздух плотность теневых мест воздушная перспектива воздух толщина воздуха немножко будет съедать тени здесь не очень заметно на этой фотографии тени похожи, но немножко художник грамотно должен эти теневые места немножко сделать слабее. Чуть-чуть, на какой-то 3-5% в данном случае. – Опять хорошо сна. – Да, это важно. Есть два вида перспективы – линейная и воздушная. То есть линейная, когда линии строят предметы и воздушная, когда толщина воздуха, атмосфера влияет на цветовые свойства в пространстве на разном расстоянии. Обычно воздух голубит, но бывают исключения, когда при закате, при пыльной буре, иногда бывают желтое влияние перспективы, оранжевое и так далее, серое при, допустим, снежный буран какой-нибудь там серо-фиолетовый какие-то. Это нужно замечать, подмечать и усиливать в живописи. Вот мы видим, допустим, небольшой вот, еле-еле заметно, допустим, в ясный день на 30-ти метров, на 50-ти метров влияние воздуха, но художник должен заметить это, заметить оттенок цветовой, как именно влияет воздух на предмет в пространстве на дальнем расстоянии и усилить это в работе, обязательно подчеркнуть это. цвета подбираем не очень точно, не тратим время на тонкую подгонку цвета, здесь важнее тональные вот эти отношения, тон важнее, ну и приблизительно вот это подгоняем по цвету, потому что зелень может быть и такая, и такая, немножко варьируется, не тратим время на точную подгонку цвета, приблизительно. Так, вот подгоняем. Вот эти цветы, по-хорошему, желательно, они тоже слабые и нежные, по-хорошему, да, нужно бы подложить и потом их очертить, иначе вот по свежей краске мы не сможем проложить. Мы смогли бы это на следующий день, когда краска подсохла, по крайней мере, плотная стала. Сейчас все будет смазываться и приобретать оттенки вот этой подложки, которую мы подложим. То есть мы берем сразу какой-то вот нежный цвет, такой прохладный, и как бы резервируем место для них. Занимаем место, чтобы потом, даже если мы нечаянно закроем фоном, мы ножиком снимем и все равно останется розовый. вот даже, вот попробуем показать, вот я ее прикрыл. Ну, что-то не очень понятно, но, в принципе, достать можно отсюда все-таки цвет. Тоже достаточно яркими, без каких-то сверххудожественных оттенков делаем, без вот этой. Работа яркая, насыщенная, солнечная, поэтому она вас и зацепила. То есть практически открытыми цветами работаю. Вот я протлак с белилами, вот такой вот розовый, он у нас еще немножко загрязнится, поскольку мы будем работать с ними, со цветами, в процессе работы будут вноситься какие-то оттенки, и они станут более немножко облагорожены. вот сюда примерно заходят этот костик. Вот здесь солнце как бы даже и не тепли цвета, то то есть это солнце, то ли оно утреннее, то ли предполуденное, оно холодное, мощное, как холодная такая, мощный, белый прожектор. Вот я, по крайней мере, в этом, на этой репродукции здесь не чувствуется теплоты, он просто выбеливает, высветляет. Даже вот такое чувство, что он прохладный цвет такой, розовато-белый. То есть вот не утепляем. Такое бывает в природе, до полудня, солнце как бы холодным, мощным таким цветом пробивает. Так вот, держали краску, сняли ее, чтобы она не мешала. Холст, повторяюсь, для масляной живописи в один сеанс должен держать краску. Он не должен быть скользким, он должен быть шершавым. Только так можно держать, вести работу более-менее удобно. На холстах, которые скользкие, все это смывалось бы, работать было невозможно. Было бы, нам бы захотелось просто оставить ее в покое, чтобы продолжить работу на следующий день. На таких холстах, вот это у нас уже как подмалевок, вот эти все наши краски, мы уже с этим подмалевком можем вести работу дальше. Это очень важно. Грунт это для художника. Работаю еще в один сеанс, очень важное значение его свойства. Так, теперь обрубуем, под такими оливковыми оттенками обрубим этот лист. Самый первый план у нас, да? Да, да. Вот этот кустик. Тоже вот я разбавляю краску жидко, но на грани свечения, чтобы краска не просвечивала, чтобы она была мягкая, тонкая. Здесь у нас, как обычно, тройничок сухой, то есть 70% white spirit, а сухой в том смысле, что через какое-то время разбавитель выветрится и останется тонкий слой краски, который нам и нужен, тонкий подмалевочек, чтобы легко было с ним работать. Так, вот какие-то голубые оценки здесь проскакивали. Тоже самое с ним снимаем и прикатываем вот эту вот и всегда контроль может быть на грязь, на начинающие по опыту знаю, забывают, они о чем угодно думают, о рисунке, о построении там, не знаю о чем, забывают грязь, работа постепенно, постепенно загрязняется. А поскольку мы живописцы, для нас цвет важнейший, даже рисунок вторичный, рисунок, смысловая нагрузка, то, что мы рисуем, для нас как бы, но если мы живописцы, по большому счету не художники, не создаем новые меры какие-то, концепции, а просто работаем с цветом, для нас цвет важнее всего. То есть собрать картину, показать атмосферу, показать состояние природы в данный момент, в частности, в этом пейзаже. то есть постоянно контролируем на цвет. Вот раз, раз, как только начал вот невнятный цвет, вот он появился, какой-то сероватый. Нет, это еще не грязь, но он уже выпадает из общего строя, вот этого звонкого, он уже такой промежуточный. Ну да, можно сказать, грязь. Мы сразу меняем цвет, краску, делаем сухую, вот эта строительная кисточка, шикарная вещь, вообще она еще поработает здесь. Пробуем какие-то новые оттенки этой же кисточкой починить это место. Так, хорошо. Так, вот там фиолетовые цветы в тени, очень насыщенные. Сейчас добавим немножко цветных красок, более таких, да, вот этих неаполитанок, пригодятся нам. Так, вот еще добавляю вот этих чистых оттенков. Так. Эттенков... Эттенков. Так... В общем, здесь прячем варенье. Дальше. Да. Этенков. То же самое вот здесь с этими желтыми цветами, желтый цвет тоже очень слабый, легко окрашиваемый, поэтому нам тоже важно заложить его первым, вот его можно даже без белье взять, он насыщенный этот желтый, в желто-оранжевом, чтобы нам холст помогал, белый холст, обычно белый холст светится через краску, зажигает, если бы мы затонировали грунт, холстик каким-нибудь колером, допустим, желтым, фиолетовым, был бы другой результат, был бы такой общий колорит создавал бы наша подкладка, то есть подкладочку, всегда нужно думать, какого цвета подкладка, это очень влияет на конечный результат. вот можно на платье, кстати, смело прокладывать какие-то рефлексы, белый цвет отражает все, что вокруг, он максимально из неблекующих объектов, белый, максимально подвержен рефлексам, вообще рефлексируют лучше всего гладкие поверхности, стеклянные и так далее, но из матовых, неблекующих, больше всего рефлексам подвержен белый цвет, то есть он вот соберет и небо, и цвет неба, цвет травы должен собрать, цвет окружающих зеленых рефлексов деревьев. Все это нужно покажать. Так, сейчас вижу платье немножко проигрывает по тону, вот мы в белом окружении, мне показалось нормально, вот это белое платье по тону, уже в темном окружении, оно здесь недостаточно тени, поэтому чуть-чуть можно добавить плотность тональной. Да, снимаем, напоминаю. И желательно снизу вверх, поскольку иногда бывает много краски, если вот так делать, она часто падает, она может испортить уже хорошее место. Мастихин всегда берем большой, не пугаемся размера, не работаем мелочью всякой, к тому же вот такой мастихин он работает всей поверхностью. Здравствуйте. Работает последней третью или половинкой. декоративной. Документно. 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 Так вот, окончательно избавляемся от белого хвоста. И остановитесь вот сюда, рядышком. У меня вопрос. Когда все уже сделано, откуда мы дальше будем делать? Это девушку или природу? Все вместе. Да, да, да. Будем делать все вместе. И девушку и природа картина должна расти постепенно, вся целиком. Все, пока ждите меня. Так, продолжаем. Сняли краску лишнюю. Вот оно прошло какое-то время, краска стала вязкой. Сняли еще немножко, можно чуть-чуть растушевать. Там где-то жесткость снять. И приступаем уже к деталировке. Можно какие-то кустики, вот этой же нашей строительной кисточкой, попробовать вот так поискать. вот эти бирюзовые кустики. Вот вы спрашивали. Откуда начинка? Да, откуда начинка. Не откуда. Работа ведется вся сразу, вся целиком. Бьем по хвостам. То есть вот чувствуем, где у нас что-то отстает. Мы сразу бросаем туда силы и чиним это место. Можно работать вполне хаотично. Вот здесь насчет хаотичности. Хаотично не лупим просто. Мы должны в ударах краски, в следах нашей краски уже чувствовать какую-то вот травянистость. Понимаете? Структура веточек или что мы там рисуем, цветы, цветниковые. Надо уже оттаскивать. Да. То есть не просто вот шлепаем, а как бы постоянно анализ такой вот. Вот так вот, раз, микроанализ такой. Получилось или нет, получилось или нет. И в то же время не забывать, а контролировать, пока краска не стала грязной, кисть. Не стала оставлять грязь. Так же советую здесь смотреть на этом этапе насквозь, не увлекаться прорисовкой деталей. Еще не надо. Нет, нет. Это еще тоже такие массы. Мы мазки оставляем. А женщины, как правило, увлекаются и смотрят, и уже рисуют здесь цветочки. На этом этапе еще нельзя их писать. Мы пока тоже более мелко, конечно, детализируем работу, но пока достаточно грубо. Тоже цветом. И когда смотришь насквозь картины, как бы не сфокусировавшись на том, что ты делаешь, ты не замечаешь мелочи, они тебя не отвлекают. И у тебя зрение более широкое, пространственное зрение. Ты видишь не только вот эти мазочки, ты видишь их в окружении вот всего, в среде всего холста. И у тебя меньше шансов сделать что-то неорганичное для всей плоскости картины. Вот так вот. Продолжение следует... 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 Практически белилами, но белилами имеющими температуру, такую розовато-тёплую, чистыми белилами нельзя. Вот на белом, как я уже говорил, тут все рефлексы будут. Вот можно прям брать вот отсюда зелёный, проложить сюда зелёного, отсюда взять розового, положить куда-то зелёного, чтобы она не выглядела аппликацией нарисованной, а была в среде, в своём окружении, в световом. Требя. Время. Стрелать. 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 Круто. Вот еще одна волшебная кисточка резаная. Пока тут подсыхает, можно цветочков накидать. Та же история, нужно крутить рукой, чтобы не было заштампованности. И не забывать вообще о живописи в тенях, в полутенях. То есть не бросаться за самым вкусным, за цветами, а вот такое вот, писать вот это вот, то, что в траве. Без этого, без полутеней, без вот этих листиков, будет аппликация такая. Какие-то зеленоватые оттенки создаем, крутим, крутим, крутим. Вот что-то. Абсолютно случайно. Слишком не смотрим за цветом, чувствуем, чтобы не было совсем уже фальши такой цветовой. Уже и на натуру особо не смотрим. У нас, наверное, не стоит же задача копию сделать. Да. Атмосферу вот почувствовать. Идем уже на высветление. То есть вот этими темными, не прокладываем что-то вот такое темное. Это не тот случай. Всегда смотрится, ну, не очень красиво. Но если тут ветка какая-то темная была, то дело такое. Тени стараемся. Тени у нас должны быть в идеале уже нарисованы, и мы идем только на высветление. То есть уже по этой темноте делаем через полутона. Не сразу светлое, а такие вот промежуточные оттенки нам нужны. Вот это абсолютно хаос наносим, а наш мозг прочтет что-то там такое цветочное. У нас прописано должно быть, ну, может, несколько цветков. Ну, собственно, барышня и какие-то вот ветки, и все. И все остальное цветом, 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 отношениями. Вот так вот. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok